достижения, результата. Слышите меня, видно, что это тормозит или не тормозит? Выключай. Да, спасибо большое. Значит, сегодня введем репортаж, как обычно, из ядра нашей компании, нашего проекта. Это бизнес-центр «Титан», город Минск, Республика Беларусь. Значит, из конструкторского бюро проектного института «Заоостроенная технология». Значит, я тогда буду краток, не буду так красноречив, как мои коллеги. Просто пройдусь по пяти пунктам, которые я хотел... ...за 2015 год. И благодаря этой работе мы можем сейчас говорить о том, что юридическая защита качественно улучшается. Сейчас, одну секундочку. Сделаю потише звук. Но я делаю маленький намок, что вы можете, в свою очередь, у себя на компьютере сделать звук потише. И тем самым решите все проблемы. Значит, кто не знает, как это делать, потом, я думаю, для этого можно провести отдельный вебинар. Значит, так, по поводу пунктов. Значит, первое – реструктуризация, которая была проведена, завершена в июне этого года, которую мы довольно долго готовили, потому что процесс создания компаний, переноса в них интеллектуальной собственности и переноса, отразделения акций на группы, переноса этих акций в владение холдинговых компаний – это вопрос не быстрый. И если кто-то думает, что все это делается за день, два, три или неделю, глубоко ошибается. Ну, так, все, Макс, ладно. Значит, так, реструктуризация была проведена успешно. Все акционеры были перенесены из четырех британских компаний в единый холдинг, который был зарегистрирован на британских и рентгенских островах, что позволило нам сохранить высокий уровень защиты для наших инвесторов, что является приоритетом, и одновременно оптимизировать налогообложения и снизить сопутствующие расходы на ведение реестра и на ведение реестра держателю за довольно вменяемые деньги, потому что чем больше реестр акционеров, тем больше денег за это просит специализированная компания. И может случиться так, что в какой-то момент мы могли бы работать только на оплату компании, которая содержит реестр, потому что акционеров действительно много. Значит, реструктуризация прошла. Следующим позитивным и довольно качественным сдвигом, этапом было присвоение акциям компании холдинга Евразийн Рояль Скайвей Системс Холдинг, международной организации ISIN, международного кода. Кто из наших инвесторов отдадает достаточной компетенции и участвует в торговле акциями и фьючерсами на биржах мировых, тот, кто взаимодействует с брокерами, кто взаимодействует с иными участниками фондового рынка, те отлично понимают, что такое международный классификатор, для чего он нужен. Вкратце, это для того, чтобы наши акции были признаны на международном рынке и были видны в международной системе расчета ценных бумаг. То есть это первый шаг к взрослению нашей компании и признанию на международном уровне. Да, он небольшой, но он должен был быть сделан. И тот факт, что после переговоров с международным квалификатором, с организацией, которая пристраивает эту классификацию, то по нам было вынесено позитивное решение, говорит о том, что мы двигаемся и двигаемся в правильном направлении. Далее, следующий, третий, очень важный для нас момент, это то, что после поездки в Словению, которая была организована в рамках Белорусско-Словенского форума по развитию бизнеса, и на этом форуме мы хорошо презентовались и хорошие связи получили в русском бизнес-сообществе. И вот это вот, скажем, был первый этап для того, чтобы начать переговоры с агентством инвестиций и приватизаций Республики Беларусь. Это созданная компания государственная в Республике Беларусь, которая занимается привлечением как иностранных инвесторов в страну, так и развитием внутреннего инвестиционного рынка. Она занимается отслеживанием всех потенциально крупных интересных проектов инвестиционных, делает их анализ и помещает в базу крупных проектов инвестиционных Республики Беларусь. И мы провели с ними переговоры, предоставили все необходимые документы, и по итогам этого анализа своего внутреннего проведенного агентство инвестиций и приватизаций Республики Беларусь включило нас в перечень крупнейших инвестиционных проектов. Мы находимся, если не ошибаюсь, там на 10-м месте. То есть это дало нам дополнительный аргумент для того, чтобы... ...крупным инвесторам, то, что компания признана, проект признан, и он в стране обладает, пусть небольшой, но, как бы, уже, скажем так, поддержкой. Вот. Все эти мероприятия позволили, в том числе, активно ведущая состройка уже с сентября этого года, который, когда можно приехать, посмотреть, можно посмотреть для заинтересованных лиц документы строительные, вот, можно пообщаться, как некоторые наши инвесторы делают, прям настройки с представителями компаний-подрядчиков, вот, то есть мы обладаем всей необходимой видеобазой, документальной базой, для того, чтобы утверждать, что проект реально инвестиционный, да, но, в том числе, и агентство инвестиций приводит не зря свой хлеб кушать, это также подтверждение от них. Вот. Значит, сейчас, одну секунду. Значит, все эти мероприятия позволили нам сейчас произвести, ну, в ближайшее время произведем небольшие изменения в инвестиционной, в юридической схеме работы, вот, и мы перейдем на договор инвестирования с обеспечением. Тем самым, говорим о том, что инвестор, человек инвестирует в денежные средства непосредственно в развитие строительства конкретного инвестиционного проекта, у которого есть договор аренды, у которого есть номер, который зарегистрирован в официальных базах, тем самым человек инвестирует в договор, по договору инвестирования, как я сказал выше, деньги в проект, а взамен в обеспечении этих инвестиций, ну, можно сказать, залог, да, в обеспечении этих инвестиций, ему передаются акции главной компании Ходинга. И тем самым мы еще более, скажем, упрощаем сделку и делаем его еще более прозрачной и понятной для любого инвестора. Инвестируешь в проект, в обеспечение своих инвестиций ты получаешь взамен акции главной компании Ходинга. Вот, в принципе, все просто, тут, можно сказать, никаких новых, сложных вещей нет, просто мы еще более приблизили юридическую схему к реальности того, что происходит в проекте. А это нам позволило, опять же, строительство технопарка, которое началось. Вот, значит, далее, в принципе, по, как только включим новый договор инвестирования, мы изменим, также внесем изменения в инвестиционный меморандум для инвестора. Как я говорил ранее, этот документ такой же живой, как и сама компания, он активно развивается вместе с компанией, и в него будут носиться изменения по мере тех изменений, которые будут происходить в компании. Поэтому в ближайшее время инвестиционный меморандум, который расположен в личном кабинете rsvsystems.com, и любой инвестор может ознакомиться со всеми внутренними документами, которые там приложены, в него будут внесены изменения и уточнения. И вопрос пятый, я хотел бы немножко остановиться, по поводу IPO и по поводу того, как люди там могут работать на открытой бирже со своими акциями. Этот вопрос часто задается. Первое, что я хочу сказать, я не сторонник преждевременных решений такого сложного характера, как IPO, потому что это очень сложный инструмент, очень дорогой инструмент. Не надо думать, что это просто, мы каким-то образом волшебным попадаем в бирже и начинаем там котироваться. Так не бывает. Это очень сложный процесс и очень затратный, включающий в себя работу с большим количеством консультантов, услуги которых стоят довольно большие деньги. Поэтому надо понимать, что IPO – это стратегия выхода, потому что будет не очень правильно, если вдруг мы выйдем и обвалимся. Ну, по какой-то причине. Например, акции Facebook, которые размещались на высокотехнологичной бирже Nasdaq, упали, если я не ошибаюсь, чуть ли не на треть, а или даже больше, в первый день торгов. Я понимаю, что у инвесторов Facebook в это время посидели волосы. Потом они вернулись через какое-то время, но, сами понимаете, очень не хочется таких неприятностей. Поэтому я вам объясню следующее. IPO не панацея. И вы должны понимать, что спрашивая вопрос про IPO, вы не спрашиваете на самом деле про IPO, вы спрашиваете, когда я смогу свои инвестиции вернуть. Вот это вот правильный вопрос. Потому что IPO – это немножко для другого нужно. IPO нужно для того, чтобы деньги дополнительные и большие привлечь в компанию, для того, чтобы сделать качественный новый рывок, на новый шаг. Например, условно говоря, купить, привлечь столько денег, чтобы купить транспорт и самим владеть проектами, и продавать продукцию этих месторождений на рынке и самим на этом зарабатывать. Вот для этого IPO нужно. А для того, чтобы конкретно один инвестор, наш владеющий небольшим пакетом, хотел бы получить прибыль, для этого IPO не нужно. Для этого компания может произвести в какой-то момент просто обратный выкуп, то есть предложить всем инвесторам по определенной цене продать свои акции компании, когда компания будет иметь прибыль. И все. И тогда таким образом вопрос с теми, кто хочет выйти, скажем так, из лодки, он снимается, они по устраиванию, их цене, они выходят из компании и свои инвестиции тратят на что-то еще. Те, кто хотят остаться, остаются и ждут дивидендов. Или часть акций могут продать. То есть это, опять же, вариантов масса. И заметки, которые в статье, которые я недавно написал, вывешивал на социальных сетях, говорится о том, что сейчас финансовые инструменты меняются с огромной скоростью. Вы все слышали, я думаю, уже о этом биткоине, о криптовалютах, о технологии блокчейн, которая лежит в ее основе. И благодаря сейчас появлению таких новых финансовых инструментов, вы не представляете, какие нас изменения ждут в финансовой системе в ближайшее время. Я общался уже с рядом, скажем так, онлайн-бирж, которые работают не по простому принципу, закрытому для большинства обычных инвесторов, когда нужно большие деньги потратить на брокера, нужно сложную манипуляцию с этим проводить. Есть уже сейчас готовиться в течение полугода, девяти месяцев онлайн-биржа, децентрализованная, которая позволит любому инвестору, любой компании спокойно открывать вторичный рынок и привлекать деньги вне зависимости от того, где ты живешь. Тебе не нужен брокер, тебе не нужен банк, не нужен андерайтер, не нужен регистр. Это будет все основано на технологии блокчейн, и компания будет напрямую взаимодействовать с инвесторами, или инвесторы будут напрямую взаимодействовать друг с другом, без дополнительных расходов. Вот я провел переговоры недавно с ребятами из Команды, компания называется Equibit. У них даже есть сайт, вы можете посмотреть ее в интернете. Equibit. Как equity и bitcoin. Equibit. Это площадка, которая запускается бывшей командой, которая работала в Deloitte. Это один из крупнейших аудитов мировых. Это сильные аккаунтансы, бухгалтера, финансисты, которые очень увлечены технологией децентрализованных площадок. И поэтому, когда мы с ними пообщались, мы сказали, что ваш проект подходит для нас идеально. Когда мы через 6 месяцев собираемся запуститься, давайте мы поработаем, потому что вам интересно привлечь огромное количество людей на площадку, а вам интересно сделать наиболее дешевый и доступный для инвестора способ продать свои акции, платить дивиденды, организовывать общие собрания. То есть, как он сказал, этот молодой человек, который собирается революционировать мир, мы с ним в этом сошлись, он сказал, что то, что мы хотим сделать, эта онлайн-биржа децентрированная, это то же самое, что она сделает от рынка ценных бумаг, то же самое, что сделает чатная машинка для мирописания пером. Вот процессы будут происходить на гораздо более быстром уровне. Это я просто к чему веду, что мы занимаемся инновационным бизнесом, мы занимаемся инвестингом, мы занимаемся инвестированием инвестированием в новую сложную технологию. И финансовая и юридическая часть также должна отвечать вызову нового времени. И она отвечает. Поэтому я говорю о том, что те инструменты, которые мы будем применять, и даже мы сейчас уже применяем, это все передовые вещи, это новые вещи. И, конечно, мы будем пояснять, конечно, мы будем рассказывать про это. И, конечно, мы, я в идеале приглашаю бы и людей, которые будут заниматься нашими вопросами, в том числе и обслуживанием на этих биржах, пообщаться. И, конечно, они, я думаю, что согласятся рано или поздно, когда наши добровольности будут на определенном уровне. Просто вас, перед и правой, ждет очень много интересного. Поэтому спасибо большое, что предоставили мне возможность выступить. Я очень рад передать эту информацию вам. Поздравляю с наступающим Новым годом. всех наших инвесторов. Значит, сейчас мы включим, в преддверии выступления Анатолия Эдуардовича, мы включим небольшой пятиминутный ролик, который, скажем так, в сжатом области производится. Спасибо. Вот, за этот год. И следующее выступление будет Анатолий Эдуардович, который уже подробно в своей манере расскажет, как бы, неизвестный, парный, да тошный, расскажет о том, что сделали за это время и что будет. Все, всем спасибо, отключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,